Ненецкому автономному округу исполнилось 90 лет. Может быть, в исторических масштабах это совсем юный возраст, но для нашего северного региона это целая жизнь, наполненная событиями и нелегкими победами на пути освоения Крайнего Севера. Еще несколько веков назад современная территория Ненецкого автономного округа была хоть и огромной по расстояниям, но по историческим меркам всего лишь небольшой и почти незаметной точкой на карте российского государства, отрезанной от материка бескрайними тундрами. Сегодня эти суровые арктические территории стали местом жительства и работы тысяч людей, внесших и продолжающих вносить свой неоценимый вклад в освоение Севера, в развитие Родины. В июле 1929 года территория Ненецкого округа была официально признана административной единицей страны Советов, однако история освоения этих земель началась намного раньше. Сегодня мы постараемся вспомнить основные периоды становления и развития нашего северного края, обратившись к памятникам и значимым местам. Первой серьезной предпосылкой развития территории стал указ Ивана III, и в 1499 году в одном из рукавов дельты Печоры на берегу Пустого озера был заложен острог Пустозерск, ставший первым русским городом за Полярным кругом. В течение почти трех веков Пустозерск был административным, торговым, культурным и религиозным центром Печорского края. До нашего времени сохранился один из пустозерских домов 19 века. Здесь жил, занимался хозяйством, воспитывал детей Николай Петрович Шевелев. В настоящее время в этом доме находится Пустозерский музей. Мы находимся в доме Шевелева. Это дом, который был расположен в Пустозерске, и в 30-е годы его перевезли сюда, в город Наринмар. А так он был построен в конце 19-го, в начале 20-го века Николаем Петровичем Шевелевым. И потом, после его раскулачивания, его перевезли сюда, в дом. Сам хозяин дома ушел из жизни в 20-е годы. Под раскулачивание попал его сын Иван Николаевич с семьей, которых сослали в Архангельск. Впоследствии они вернулись в округ, но остались жить в селе Тельвиска. А дом сначала передали в земельное руководство, а потом здесь было общежитие, после общежития его передали к нам в Пустозерске. То есть на сегодняшний день этим стенам сколько уже лет? Ну, больше ста лет. А вот то, что убранство все предметы? Убранство это все собрано в окрестностях Пустозерска, по деревням. То есть все, что хранилось бережно, тоже аккуратно передается нам. Мы с изыскательской работой занимаемся, нам приносят просто жители с ближайших деревень, там Великосочное, Локсино, они привозят, мы все атрибутируем, смотрим. Дата издания, дата, где бытовало, что, и бережно храним. То есть это, конечно, малая часть того, что у нас хранится в запасниках. То есть мы периодически меняем, что-то добавляем, что-то убираем, чтобы показать людям, вот как жили в те времена. Сегодня о былом, славном городе Пустозерске напоминают лишь архитектурные формы Пустозерского историко-природного музея, старинные стареобрядческие кресты и погосты. Такова историческая судьба городища Пустозерск, первого форпоста государства на севере. Судьба другого поселения, зародившегося благодаря кстати Пустозерам, более счастливая. Речь идет о первой столице Ненецкого национального округа – селе Тельвиска. Когда-то в далеком 1574 году первые поселенцы Пустозерска поставили здесь три промысловых сарая. Именно рыбаки и охотники стали основателями села Тельвиска – будущей столицей Ненецкого округа. 20 декабря 1929 года президиум ФЦИК включил в состав Ненецкого округа бывшую Пустозерскую волость. Центром Ненецкого национального округа стало село Тельвиска. В 1930 году Ненецкий округ переименован в Ненецкий национальный округ. Здесь, в окружном центре Тельвиска, начинала трудиться любовь Александровна Грек. Более 45 лет она работала медсестрой и пользовалась огромным уважением среди коллег. В то время доставить медикаменты и перевязочные материалы в округ было очень сложно, их крайне не хватало. 1 августа 1932 года в Нарьинмаре, куда уже переехала столица округа, была открыта первая аптека. Она работает до сих пор. Вспомним еще одну страницу истории округа. В 1903 году по инициативе русского подданного из Норвегии Мартина Уильсона у берегов Печоры было создано товарищество лесопильного завода Стелла Паларе. В 1938 году ему было присвоено имя Григория Хатанзейского. В годы войны лесопильщики не прекращали работу ни на один день, хотя остались здесь работать практически только женщины. Многие годы советского периода Печорский лесозавод был градообразующим предприятием Нарьинмара и в целом экономическим оплотом округа. О продукции лесозавода знали далеко за пределами округа и страны. Но постепенно с уменьшением поставок леса, ухудшение его качества, объем производства акционерного общества Печорский лес снизился. И на стыке тысячелетия он прекратил свою работу. Образ временной петли напоминает снежные вихри, те тяжелейшие условия, в которых приходилось трудиться, создавая завод для промышленного освоения Печорского края. Мужская фигура в костюме рабочего 20 века – символ наших прадедов, активно участвующих в работе и становлении предприятия. Женский образ – работница предприятия номер 51, символ наших бабушек и мам в тяжелое послевоенное время вплоть до 60-х годов, когда на предприятии трудились практически одни женщины, вынесшие на своих плечах неженский труд. Невозможно представить освоение огромного северного пространства, куда только самолетом можно долететь без развития авиации Севера. История авиации Ненецкого округа насчитывает три периода. Первый – это трансполярные перелеты через Ненецкий тогда национальный округ в связи с необходимостью научного изучения и для хозяйственного освоения Арктики и освоения Северного морского пути. Второй период – довоенный, когда у нас появляется авиация Ненецкого окрасполкома. Это замечательный период, когда тогда главой Ненецкого окрасполкома был Иван Павлович Ваучейский, его заместителем Геннадий Кабачинский. Это были исключительно деятельные, активные и понимающие задачи молодого, только народившегося в 1929 году округа, которые можно было осуществить в основном только с помощью авиации. Округ нуждался в экономически эффективном виде транспорта, а это могла быть только авиация. И в том же 1929 году полярный летчик Вершинский перегнал в Нарьинмар первый самолет У-2 исполкомовской авиации. Так было положено начало авиации Ненецкого окрасполкома. 3 сентября 1935 года Севкраисполком принял постановление, в котором говорилось о необходимости организации местной авиации. Тогда же первыми пилотами Нарьинмарской исполкомовской авиации стали Сущинский и Клебанов, авиатехник Катушонок. Они втроем открывали все мыслимые на тот момент воздушные авиалинии, которые связывали Нарьинмар с самыми отдаленными районами округа. Но помешала война. В Нарьинмаре о войне узнали днем 22 июня 41 года. До жителей деревень эта весть дошла лишь спустя день-два. Ненецкий округ относился к Архангельскому военному округу, поэтому на его территории был введен режим военного положения. С первых дней здесь осуществлялись мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности побережья и крупных населенных пунктов. С августа 1941 года территория Ненецкого округа вошла в зону ответственности Беломорской военной флотилии и Новоземельской военно-морской базы. Это было обусловлено активным продвижением врага в моря Северного Ледовитого океана. Осуществляя военно-морскую операцию «Вундерланд», в 1942-1944 годах германский флот постоянно присутствовал в районе Новой Земли, в Карском море. Подводные лодки и самолеты контролировали продвижение советских и иностранных конвоев вдоль побережья округа. 17 августа 1942 года около 7 часов утра в районе острова Матвеев немецкая подлодка в упор расстреляла суда с мирным грузом, следующая из Хабарова в Нарьинмар. Погибло 305 человек. За годы войны из Ненецкого национального округа на фронт призвано более 10 тысяч человек. Основная часть мобилизованных в Ненецком округе участвовала в боях на Карельском фронте. Именно здесь была сформирована особая оленная армия. За годы войны в Заполярье бойцы и лениводы вывезли с линии фронта более 10 тысяч раненых. Доставили для выполнения боевых заданий почти 8 тысяч военнослужащих. Перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов, эвакуировали 162 аварийных самолета. Всего из призванных за годы войны оленеводов домой вернулось чуть меньше половины. Сразу после окончания войны нужно было отстраивать страну, выходить на новый уровень любой ценой. Так произошло и в Ненецком округе. Третий период истории развития авиации на Ленмаре – это как раз послевоенный период. Причем период самый трудный, самый сложный, невероятно сложный для восьми, я бы их назвала энтузиастов, которые приехали в Ненецком округе строить новое авиаподразделение. Восемь участников только что закончившейся войны измучены и изранены. Среди них прибыл в Ненецком округе бывший военный летчик Степанов, которому было предписано создать авиапредприятие, чем он и занялся 17 августа 1946 года. С этого дня началась история нынешнего авиапредприятия. Шло время, и к северной земле потянулись искатели подземного богатства. Первая геологоразведочная экспедиция глубокого бурения номер 5 Ухтинского территориального геологического управления на территории Ненецкого округа была создана 12 апреля 1958 года и базировалась в Нарьинмаре. Именно с нее начались работы по поиску нефти и газа. Наращивание геологоразведки с середины 70-х годов привело к изменению структуры экономики округа. К сегодняшнему дню в Ненецком автономном округе открыто 93 месторождения, а нефтяная отрасль является главной отраслью экономики региона, формирующей бюджет субъекта. Ненецкий автономный округ сегодня – это самый малонаселенный регион России. Но люди, которые жили здесь когда-то, это люди с необыкновенной силой воли и духа, люди, не боящиеся морозов и вьюг, люди с огромными сердцами, как бескрайние тундровые просторы. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север.